Великая Отечественная война Сегодня в рамках реализации национального проекта «Лес Победы» на мемориальном комплексе «Песчаный лог» в советском районе Воронежа были проведены первые посадки саженцев рябины. В них приняли участие курсанты высших учебных заведений силовых структур, представители военно-патриотических клубов, учащиеся школ и, конечно же, ветераны Великой Отечественной войны. День Победы, как он был от нас далек, как в костре по душам таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропал. Это праздник с сединою на висках. Всего в столице Черноземья будут высажены тысячи деревьев и более 12 тысяч кустарников. Первый этап акции «Лес Победы» завершится 5 мая. Все работы координирует Управление экологии городского округа город Воронеж. На семи мемориалах будут посажены деревья. Соответственно, дополнительно в рамках этой акции, которая продлится до конца сентября месяца, дополнительно на территории городского округа будет посажено на весенний период порядка двух тысяч деревьев. На осенний период, соответственно, планируется тоже около трех тысяч деревьев. Ну, наверное, действительно это торжественное мероприятие. Почему? Потому что память о тех, кто погиб, о тех, кто отдал жизнь ради того, чтобы мы на сегодняшний момент существовали, она может продлиться только вечно, это деревья. Поэтому эта символическая акция, наверное, действительно заслуживает и внимания, и за то, чтобы и общественность активно принимала в ней участие, жители. И, наверное, действительно это для подрастающего поколения, которое, чтобы знало, помнило и дорожило этим. Многие из высаженных деревьев сразу же получили именные таблички с очень известными для всех воронежцев фамилиями. Эти люди являются нашей гордостью. Они освобождали Воронеж и восстанавливали его из руин. Где мы сейчас находимся, на песчаном лагу, фашисты без конца расстреливали наше мирное население. Если взять в общем итоге, то в России они уничтожили мирных жителей 8 миллионов. И на Украине 6 миллионов, в Белоруссии 2 миллиона мирных жителей, не считаясь ни с детьми, ни с стариками, ни с женщинами, даже издевались, как хотели. Вот такая была Великая Отечественная война. Надо ее не забывать, надо всегда помнить о ней, что фашизм, может быть, даже сейчас думает пройти это, в частности, на Украине. Но я вам скажу, пусть они не думают, тот, кто на Россию приходил с мечом, тот от меча и погибнет. Вот так мы стояли наши, никогда еще не было, чтобы Россию кто-то победил.